Я думаю, что министерство в первую очередь должно облегчить жизнь граждан. Получение государственных услуг в одном месте. Когда человек подает документы на получение справки о несудимости через интернет, но потом едет за справкой, это ли цифровизация? Когда человек хочет получить справку об отсутствии налоговой задолженности и ходит по кабинетам в налоговой службе туда-сюда, это что, цифровизация? Не цифровизация. Когда он потерял справку о том, что квартира это его собственность, а эта справка в единственном экземпляре есть у госоргана, она не хочет его сделать электронным и признать электронную версию. Это ли цифровизация? Ему говорят, в суд иди подавай. Это же не цифровизация. Вот чем вы должны заниматься в первую очередь. Или президент подписал налоговый кодекс, который никто не может найти. Это ли цифровизация? Вы должны облегчить услуги. Вот пришел человек в один госорган, все, он там должен все справки получать и так далее. Кибербезопасность, все правильно вы говорите. Но граждан больше всего волнует вот это, то, что очереди сейчас. Пойдемте в любой налоговый орган, в любое место, где выдают справки, везде посредники стоят там, очереди, толпы, люди кашляют там, нервничают. Вы должны вот эти проблемы решать. План, программа, люди не интересуют. Люди хотят экономить свое собственное время. Они приходят, целый день тратят на то, чтобы получить справки. Уважаемый Дастан Долобаевич, это Идиль Байсалов вам хочет ответить. Извините, пожалуйста. Мы очень хорошо знаем все эти проблемы. Мы очень хорошо знаем эти проблемы, Дастан Долобаевич. Но здесь сотрясать воздухом, вот вам, тому человеку, который здесь 10 лет в этом зале сидел, и был в составе правящей партии, и аплодировал здесь всем людям, которые обещали цифровизацию, мы точно в таком же состоянии сейчас находимся и говорим, оказывается, у нас цифровизация была на букву «С». Очень было много лозунгов, докладов, программ, кыркадам и так далее. И мы сейчас обнаруживаем все вместе, что оказалось, что все страны, все соседи, мы не говорим про развитые государства. Все наше окружение давным-давно ушло вперед, уважаемый Дастан Долобаевич. И все вышеперечисленное, мы сейчас с этим разбираемся и решаем. Не на словах, а на деле. Пришел новый президент, и все это делает, с его 40-х грамм, все это есть. Уважаемый Дастан Долобаевич, дайте, пожалуйста, время новому правительству, новому министру с этим разобраться. Мы действительно знаем, проблемы сто раз хуже, чем вы описываете. Мы со всем этим разберемся, а в течение года, двух, трех лет мы вам покажем результат. Я инициировал законопроект об отмене справки о несудимости, который так и не был принят. Инициировал много инициатив, и я не аплодировал. С 2018 года мы только видим, что вы аплодируете, наоборот, для того, чтобы получить какую-то должность. И я хотел бы вас попросить не переходить на личности. Когда идет конкретный вопрос, я обозначаю проблему. Вы сами понимаете, я депутат Джоркенеши, я не могу пойти вместо вас решить эту проблему. Вы прекрасно понимаете полномочия и функции депутата, и функции кабинета министров, и при этом вы говорите, вы просто сотрясаете воздух. Обозначить проблему, как депутат Джоркенеши, я обязан, я что должен? Молчать и говорить, вот так это хорошо, что ли? Поэтому я буду об этом говорить. И я прошу еще раз вас на личности не переходить. Давайте конкретно и по делу. Я задал вопрос министру цифрового развития, будет ли он решать вот эти проблемы. Ответьте по существу, не надо тут переходить на личность.